Всем привет-привет! Я снова с вами и сегодня я захотела просто показать вам свои фавориты, потому что не снимала такого рода видео месяцев 6, мне кажется, даже больше. И, соответственно, фаворитов накопилось много. И посмотрите, что у меня здесь. У меня здесь полный поднос, аж целая коробка продукции, которую я люблю. Здесь в основном косметика, потому что я хочу снять для вас отдельное видео по уходу за лицом и за телом. Поверьте, это будет самое длинное видео, так как за последние полгода у меня полностью обновился мой уход и моя кожа стала выглядеть намного лучше. У меня есть просто потрясающие продукты, которые действительно работают, и я с вами поделюсь ими. Но это будет в другом видео. В этом видео вы увидите только косметику, какие-то гаджеты, парфюмы, помады. Я думаю, что многие из вас уже слышали об этой щетке. Это щетка для сухого массажа от фирмы Рише. Она очень жесткая и очень большая. Я пока не попробовала, я не могла поверить в это чудо, этим отзывам позитивным, положительным в интернете. Этой щеткой делаю сухой массаж на сухое тело практически каждый день. И от результата я в восторге. Во-первых, его нужно делать постепенно сверху вниз, круговыми движениями, получается, снизу вверх к сердцу. Творит она чудеса на самом деле. Она обалденно скрабирует кожу. Когда я первый раз использовала эту щетку, начинала с ног, получается, снизу вверх, я была в шоке, потому что стояло облако пыли. Пыли из кожи, конечно, это звучит как-то отвратительно, но это правда. После того, как вы делаете массаж этой щеткой, вы почувствуете такой прилив энергии, такую бодрость, потому что она мега жесткая. Иногда даже где-то неприятно местами, потому что кажется, что ты сейчас поцарапаешь свою кожу. На самом деле это не так. Все деликатно, но просто такой бодрячок. Если вы будете делать часто этот массаж, то это как профилактика и целлюлита, и состояние вашей кожи улучшается. И вообще это мега космическая щетка. Говорят, сейчас ее в Балматы практически невозможно найти, потому что разбирают, потому что много положительных отзывов и так далее. Но у меня она есть. Не раз хвалила в своих видео Кларисоник. У меня новый Кларисоник. Мия Фит, по-моему. Фит называется. Это компактная версия, тревел-версия, чтобы брать с собой в дорогу. Кто за мной следит, знает, что у меня есть Кларисоник Мия 2. Я его люблю, но его было не очень удобно брать с собой, так как он большой. А этот маленький как раз тревел-версия. Те же самые функции, даже еще лучше. Мне кажется, здесь щетинки намного мягче. Но в то же время здесь есть два режима. Первый и второй режим. Первый режим для более деликатного очищения. Очищение длится 60 секунд. Вы, когда чувствуете такую, знаете, вибрацию, по-моему, джик, вы должны переходить на другую зону. И в итоге вы очищаете все свое лицо за 60 секунд. А на втором режиме это все длится 80 секунд для более такого тщательного очищения. Если вы после спокзала, либо вы после такого колоссального мейкапа. Знаю, что он работает и он является основным уходом. Частью моего основного ухода за лицом, шеей и зоной декольте. Боюсь я разворачивать свою тряпочку, так как она уже у меня такая не новенькая. Да, вот пятно, то есть остатки макияжа и она, конечно, плохо отстирывается. И я ее боюсь бросать в стиральную машину, так как считала, что этого не нужно делать. Лучше стирать ее вручную. Она, знаете, такая двухсторонняя. С одной стороны ворсинки подлиннее, с другой покороче. Я так понимаю, сначала вы одной стороной проходите, потом другой. Но я, знаете, не прочитав инструкцию, сразу начала умываться. Даже не знаю, какой стороной. И все смылось. Смывает отлично маски, если у вас есть такие плотные глиняные маски на лице. И вы запарились их смывать. Со мной это чаще всего происходит. Из-за этого я не люблю маски, потому что их нужно долго смывать. Но когда я знаю, что у меня под рукой палочка-выручалочка, вот такая тряпочка, она прекрасно смывает и маски. Теперь плавно переходим к ароматам. Ароматы это моя любимая часть ритуала в завершении своего образа. Если честно, я без аромата не могу выйти даже на улицу. Ты не знаешь, что я плохо пахну. Просто я настолько привыкла наносить на себя какие-то новые, разнообразные, подходящие под мой образ, под настроение ароматы, что это стало составляющей моей жизни. Я их обожаю и жить без них не могу. Первый, который я хочу выделить, это аромат от Tom Ford. Он очень красивый. Давайте я опишу этот аромат своими словами. Он свежий и в то же время сладковатый, с мандарином, явным мандарином, мятой и цветочками. Вот и все. Кто-то считает, что этот аромат подходит на зиму, на весну, на холодное время года. Но мне кажется, что он на лето очень классно подходит. Советую всем, кто смотрит мои видео, вначале пробовать что-то, прежде чем заказывать. Потому что нравится мне, а вам, может, не понравится. Давайте не будем слепую заказывать. Если будет возможность, просто подойти, попробовать аромат. Следующий аромат у меня полностью ассоциируется с Францией. Он потрясающий. Я была в Duty Free в Париже и стояла огромная корзина цветов с розами. Это была такая презентация этого аромата. И стоял этот аромат. Очень красиво оформлен. Я подошла, я не могла просто устоять. Я не видела его у нас нигде в продаже. И когда я его нанесла на руку, походила часок по аэропорту и поняла, что мне он нужен. Он мне нравится. Действительно нравится. Я его подошла, купила и ни капельки не жалею. Просто ассоциации с Парижем, с Францией. С розой, шампанское и мускус немножко. Итак, следующий аромат от Айзенберг. Честно сказать, я выбрала этот аромат по отзывам в интернете. Я его не пробовала. И мне его подарили. Он не супер притерный, он не супер свежий, но что-то в нем есть такое дымное и в то же время вкусное, как конфета. Мой фаворит. Это помада от Armani. Я хочу отметить, что у этой помады классный дизайн. Еще здесь потрясающая кисточка. Она заостренная к кончику и легко наносить продукт на губы. Следующее, что я хочу отметить, она не густая. Она, знаете, такая жидковатая, похожая на тинт, но в то же время покрытие просто стопроцентное. Одного слоя достаточно. И супер легкая, ультралегкая. И цвет очень красивый. У меня 401. Многие делают мне комплименты. Это не она у меня на губах. Это совсем другая. Сейчас мы к ней перейдем. И плавно мы перешли к потрясающей помаде. Это, мне кажется, прорыв этого года. Прорыв от Lime Crime. Это металлическая помада под названием Red Hot. Она сейчас на моих губах. И она действительно металлическая. Она очень крутая. Она матовая. Она стойкая, но не супер стойкая. Ее нужно постоянно подправлять. Но из-за этого цвета помада этого стоит. Вот если бы, конечно, она была бы еще стойче, еще бы носибельнее, лучше, конечно, цены бы этой помаде не было. Но в то же время, несмотря ни на что, цвет уникальный, потрясающий. Но держится ну 2 часа точно. Что касается помад, в инстаграме вы тоже часто задаете вопрос, что же за помада на моих губах. Я уже тоже показывала видео. Если вы видите коричневый, вот такой коричнево-бордовый оттенок на губах, то это, знаете, что это помада от NYX. Только с карандашом она имеет такой потрясающий эффект, как у меня в инстаграме. Красивый, стойкий. У меня карандаш тоже от NYX. Название продуктов, номера я, конечно, оставлю под этим видео в описании. Всегда хвалила подводку для глаз от Kate. Это японская марка. И я нашла аналоги в наших брендах. Потому что не всегда есть возможность полететь в Японию или чтобы мама передала. Вот сам лайнер. Он тонкий и супер-супер тонкий. Состоящий из ворсина. Есть 2 аналога, точно таких же, как и Kate. Одна подводка от NYX. Вторая подводка от Clinique. Они очень похожи на подводку японскую от Kate. Это мои мастхевы. Три мои подводки, нескончаемые. Очень их люблю и рисую ими стрелы. Хочу отметить праймер от Smashbox с сияющим эффектом. Это база под макияж, которая придает свечение, сияние изнутри. Я наношу эту базу только на щечки и на скулы. А на Т-зону наношу матирующую базу. Ну, это мой ритуал. Может быть, я как-нибудь сниму. Такой красивый для вас макияж летний. И покажу, как я вообще сейчас крашусь. Очень хорошо увлажняет эта база. Чувствуется увлажнение. Потому что здесь есть в составе гиалуроновая кислота. Уже четвертый месяц я пользуюсь пудрой от Givenchy. Это Prisma Visage. По-моему, обновленная версия. Во-первых, она суперлегкая. Нет такого утяжеляющего эффекта и запах. Очень легкий и потрясающий аромат. Я советую обязательно попробовать. Если вы где-то будете в большом косметическом магазине, попробуйте. Подойдите и мне кажется, вам понравится. Мне удобно носить эту пудру, потому что в ней есть вот такая кисть скошенная. Я бы не сказала, что она суперклассная. Она хорошо берет продукт, но отдает его, конечно, не супер. Хорошо, но все же в путешествиях удобно. Здесь есть и зеркальце. И вот даже вот сейчас подправить легкий блеск. Конечно, лучше бы это сделали матирующие салфетки. Но сейчас у меня их нет под рукой. Вот, поэтому я использую вот эту пудру во время съемки видео. Вот, немного припудрила и уже лучше. На лето идеально. В то же время, знаете, хоть и легкое покрытие, но скрывает покраснение. Придает все-таки свежесть лицу вот эту пудру. Хороший. Так как я любительница хайлайтеров, я просто не могу не отметить хайлайтер от MAC. Хайлайтер Double Glam в золоте. Если вы в поисках действительно классного хайлайтера, который, конечно, больше подходит на вечер, потому что он очень интенсивный. Хоть здесь и мелкий помол, но я думаю, все-таки с днем тоже можно поиграть. Но все же, если вы ищете красивый золотой хайлайтер, обратите внимание на этот продукт от MAC. Хочу еще показать вам суперпродукт, который я покупала в Америке. Это бальзам для губ лечебный. Кто-то называет его звездочкой, кто-то называет скорой помощью. Но действительно, если у вас часто отрезкаются губы. Мне посоветовали взять бальзам именно в этой упаковке, в круглой. Говорят, что он в ней лучше. Ну, я не пробовала в другой упаковке. Я обязательно как-нибудь приобрету. Попробую и сравню. Но вот этот кругленький действительно работает. Губы заживляет, увлажняет. Если у вас лучше, чем Carmex, заметьте, потрясающий продукт. Очень мне понравился солнцезащитный спрей от Vichy SPF 50. Мне безумно понравилось, что он в спрее. Это очень удобно. Закрыли нос, глаза, все, не дышать. Быстро на всех распылила. И все. И все защищены. Помните, я снимала видео-обзор на помаду от Urban Decay? И как вы думаете, я их стирала? Я же не записывала этот момент, как я их стирала с губ своих. Так вот, мне посоветовали как-то в Америке вот этот продукт от NYX, который стирает стойкие продукты с губ. Но это профессиональная штука. Именно, видимо, для каких-то съемок. Если вы снимаете помады, вам нужно быстро помаду стереть. И потом заново новую нанести, новый оттенок. То вот эта палочка-выручалочка. Я действительно пользовалась NYX-SOL во время съемок от Urban Decay помад. И это работает, это стопроцентный факт. Я не пробовала гидрофильное масло. Но я знаю, если я начинаю красную помаду размазывать, как бы аккуратно я ни старалась, гидрофильным обычным маслом, то все равно это все вот так вот. Понимаете? Это очень долгий процесс, а этот продукт я наносила именно на губы и все салфеткой потом жих-жих и нет. Если вы живете под одной крышей с мужчиной, вам важно, как он пахнет. Скажите же, да? Если у него там какой-то беспонтовый аромат, то вам не очень прикольно с ним жить и находиться постоянно под одной крышей, если он еще наливает. Мужчины же наливают на себя вот так духи. Им кажется, что от них не пахнет, если они пару раз брызнут. Им надо налить на себя именно. Вот. И мне очень нравится, как звучит на Вове аромат от Олен. Шоколад, мята, крем для бритья, что-то такое мужское и потрясающее. Собственно, закончились мои фавориты. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите комментарии, я с удовольствием почитаю. Поддержите меня лайками. Спасибо. Спасибо вам за просмотр. Пока-пока.